Всем привет! Дошла очередь до фаленопсисов. Наверное, я их даже никогда не снимала. Признаюсь честно, я, наверное, им не уделяла столько внимания, сколько им бы хотелось и мне бы хотелось. Но, конечно же, моя коллекция начиналась с фаленопсисов давным-давно и здесь меня захватил другой интерес. Я занималась другими орхидеями, ну и занимаюсь, конечно, как вы знаете. Ну и как-то фаленопсисы пришли опять в мою коллекцию непонятным образом. Как-то начала я их... Подарили мне парочку, потом я захотела сама купить, вот как, допустим, вот этот вот беглипчик. Очень мне нравятся беглипы, вообще белые орхидеи очень мне нравятся. Ну и, конечно, я себе вот такое вот чудо купила и скажу честно, что я с ними не находила общий язык очень долго, потому что как-то мне не хватало времени на их полив. И, в общем, что-то у меня шло не так. Здесь условия совершенно другие у меня. Ну и я им не уделяла столько времени, наверное. И я пришла к такому выводу, к своей посадке. Смотрела, конечно, знаю, знаменитый. Классика орхидейного жанра, Наталья. Наверное, может быть, даже от нее больше у меня появился интерес завести опять фаленопсисы. У меня была какая-то коллекция из них. Кто-то дарил что-то, дети, муж. Ну и так они себе не росли, не цвели. И вот у меня появился опять интерес. И я их точно так же обрыскивала и там и толстянками, и алоэ. Ну что-то у меня шло не так. Вот, кстати, вот на примере вот этого вот даже я ничего не говорю против. Ничего вообще у кого-то растет. У Натальи вообще там шикарное все. В общем, я закапала пару капель толстянки. И ну вот такой вот был результат. Умерла материнское растение. Может быть, я не в то время закапала. Может быть, было холодно. Может быть, вода застоялся. В общем, застоялся сок. Не знаю. Я уже не помню. Не буду ничего рассказывать. Но хочу сказать одну, что у меня почему-то они как-то пересыхали. И я нашла себе вот такой вот способ посадки. Я решила, что я попробую так. Если они будут расти, ну, значит, не будут расти. В общем, я начала садить на дно мох. Ну как, в общем, и мои котлеи сейчас. И многие из моих орхидей я точно так же сажаю. На дне мух сантиметр-полтора. И потом просто обычная крупная кора. И в общем, я решила сделать такой вот эффект немножечко, чтобы влажность была постоянно снизу задерживалась. Потому что нет у меня времени столько уделять цветам. Часто их опрыскивать. И вы знаете, у меня пошел процесс. У меня начали расти фаленопсисы. И даже корневая система выглядит очень-очень даже прекрасно. Если я почему начала так сажать? Потому что если я даже не успеваю поливать, им хоть какая-то влажность, но есть на дне и задерживается. Задерживается хоть какая-то влажность. И если я их даже не поливаю, если кора сухая, то снизу все равно что-то, что-то им хватает. В общем, это вот две мои вот такие вот посадки. И я хотела себе красоту. Вот такое вот в белом горшочке и в черном горшке я посадила довольно-таки давно. Конечно же, я покупала цветущие орхидеи. И я попробовала их посадить так. Здесь вот такой вот прозрачный горшочек я купила. И точно так же по такому же методу. Конечно же, цветущие орхидеи от цвелей, которые я покупала. А это уже вот сломанные цветоносы. Это уже мое цветение. Они уже открылись у меня. И я очень-очень рада, что им понравилось. Я, кстати, пересаживала моих малышей в мае месяце. Вставлю видео, как я пересаживала, кому интересно. Ну, в общем, здесь вот тоже две орхидеи. Ну, кстати, вот эта вот не зацвела. А эта выпустила вот такой вот длинный цветонос. И старый дал два ответвления. Вот эта вот растет такую длинную удочку. Честно вам скажу, у меня никогда таких цветоносов не было. Конечно же, я опрыскиваю. Наталья рассказывает, что постоянно опрыскиваете. Я опрыскиваю. Я просто поливаю свои орхидеи из шланга. Поэтому я знаю, что орхидеи, конечно, не боятся воды. Но у меня нету столько времени, чтобы их опрыскивать. По два, по три раза в день я могу с утра сейчас. Я просто задалась, наверное, такой целью. И я с утра могу себе такое удовольствие позволить. Пару раз опрыскать. И, честно говоря, я очень рада, что вот это открывается. Обожаю классическую форму белоснежной орхидеи. Вот, кстати, еще хотела спросить у знатоков фаленопсисов. Вот это я покупала. Он был как вот такой вот беглипчик. И вот эти вот два цветочка открылись у меня уже. Но они совершенно не такие. Вот здесь вот был старые цветы. Я его покупала как беглип, но он открылся совсем не как беглип. Почему такое происходит? И вот смотрю, сейчас продолжается. Начинает расти здесь какое-то ответвление. Ну и, конечно, цветы обыкновенные. Мне больше нравятся беглипчики. Ну, в общем, сейчас я вставлю видео, кому интересно, моих малышей, как я пересаживала их. Вот такие три малыша. Я буду пересаживать. Sunset Love. Я думаю, что знатоки фаленопсисов их знают. Мне очень понравились они просто в нашем магазине. Май-тай. Такие листики. Конечно, маленькие горшочки. И они растут в таком... Потом достану, уже покажу. А это сандериана дали мне бесплатно на последней выставке. Сказали, хотят видеть цветущий. Ну, это наши члены клуба. Они наши, как бы, не организаторы. А очень почтенные члены нашего клуба. У них огромная теплица. Ну, и... Сказал, выслеживая их, кто их кушает. Я смотрела, никто не кушал. Ну, в общем, сандериана посажена в мох. Ну, и вот, что я... Вот эти горшочки. Я уже проделала дырочки. И сейчас покажу. Вот я достала Sunset Love. Видите, что здесь? Здесь такая вот как... Ну, как губка. Я даже не знаю, что это такое. Прям вот как губка. Ну, сейчас я, конечно, это все удалю. Потому что корней внутри вообще нет. Поэтому для меня такая посадка не подходит 150%. Я оставила верхушку. Потому что я люблю мох. Кто со мной давно. Я это дело очень люблю. Сандериана выглядит вот так вот. Несчастненькая такая. Ну, а это... Такой крепышок. Все удалились. Прям тут, я не знаю, мне кажется, что это детка даже. На цветоносе была я даже... Ну, вот. Видно, да, что она... С таким длинным-длинным. Не знаю, конечно. Ну, да. Похоже, для меня это так. Может быть, кто-то со мной не согласится. Ну, вот потому что, если из фласки, то это вот... Видно, что это вот прям деточка такая. А тут продолжение. Такое крепенькое, конечно, растение. Ну, вот что я... Я кладу вот так вот мох на дно. Ну, кора такая 3-4 сантиметра. И мне очень нравится. Вот так вот получилось. Очень быстро. Ну, вот. Я положила немножечко этого мха, который рос сверху. И вот так вот будем смотреть, что получится. Я поняла одно, что в этой посадке можно поливать, опрыскивать орхидеи. Сколько хочешь, как хочешь. Вода проветривается. Вода. Ну, влага. Влага не застаивается. Корни растут. Потому что у меня, конечно, и дожди. И я опрыскиваю внутри, которые орхидеи. Ничего с ними не происходит. Ну, и, конечно, мне такое очень, очень понравилось. И орхидеям. И я поняла, что в моих условиях тоже. Ну, вот я те фаленопсисы пересаживала 16 мая. Это моя клиентка подарила тоже. Ну, и вот сейчас уже конец августа. Это тоже мне моя знакомая дала. Она у нее погибала. Просто вот такие вот висели ушки. И я посадила опять же в такую систему. Вот вы видите, кора даже сухая сверху. Но из-за того, что влажность снизу поддерживается, начал расти корешок. Наверное, буквально вот за месяц. Я думала, что она не выдержит. Там корней вообще внутри нет. Она у нее никакая была. Но я смотрю, что что-то начало расти. Хочу сразу сказать, что у меня фаленопсисы стояли в моем гринхаусе. И у нас в одну ночь было холодно. Я их не убрала. Ну, так получилось. Накапала сверху вода. И они пострадали, конечно. Но я их замазала. Они у меня теперь такие все в крапушках, в веснушках. Я их, конечно, забрала под крышу. Но не успела, конечно. Листья повредились. Поэтому такой вид у них не очень. Ну, я вот, вот, кстати, вот, да. Вот, помню, что вот это вот была малышка Sunset Love. Я пересаживала ее. Ну, и вот что было и что есть спустя время. Конечно, вот корешочек новенький. Корешки здесь наросли. И цветоносы. Ну, я вам скажу честно. У меня не было такого буйного цветения фаленопсисов. Прям вот никогда. Может быть, у меня не было такой, может быть, даже коллекции. Но вот так вот получилось, что такие вот малыши у меня появились в коллекции. Какой-то интерес. И вот, в общем, вот такая вот маленькая коллекция фаленопсисов у меня. Но я очень рада, что они все начали расти. Black Leopard. Я, наверное, тоже его пересаживала тогда. Или нет. Я уже не помню, что я пересаживала. Надо будет пересмотреть тоже. Вот этот вот, наверное, точно. Май-тай. Это, наверное, беглипчик. Вот видите корешков. Нет, там вот видно, конечно. Но, во всяком случае, ничего я не потеряла. Ни одного растения. Для меня это уже прогресс. И цветоносы. Спасибо большое, что подсказали мне, что это Sogo Relax. Тут маленькая такая у меня природники. Фаленопсис Корнусерви тоже. Цвел. Скинул цветочек. И опять наращивает новый бутончик. И даже мини-марк у меня зацветает. Я его тоже покупала на одной из наших выставок. Ну вот, я его пересаживала раньше, чем Sunset Love. И смотрю, что... Очень даже себя неплохо чувствует. Видите, как корешки прям тянутся вниз. Ну, под попой сухо. И такой вот малышок. Я никогда в жизни не видела. Мини-марк вживую. Ну вот, расцветет. И я увижу. Не то, чтобы у нас не выращивают фаленопсисы. Но очень мало людей, которые действительно выращивают фаленопсисы. У нас есть один член клуба нашего, который очень любит фаленопсисы. Он их просто только одни фаленопсисы выращивает. У него есть, может быть, там парочку котлей. Ну, вот так вот. Вот такого вот тоже красавца я купила. В нашем строительном магазине. В общем, я поняла, что... Просто нужно найти правильную посадку. Для своих условий. И тогда все будет замечательно. Орхидеям, как обычно, нужно солнышко, воздух и вода. И они все, конечно, будут расти и цвести. В общем, всем пышного цветения. Показала я свои фаленопсисы в своей коллекции. Всем пока-пока. Показала я свои фаленопсисы в своей коллекции. Продолжение следует... Продолжение следует...